Идущему путем ясновидения неизбежно встречаются две труднейшие задачи. Или ученик идет в гуще и пламени страстей и должен в них жить ежедневно, очищая с большим трудом самого себя и свой путь. Или он воспитывается специально покровительствующими ему высокими помощниками. В первом случае ученик предназначен для труда с учителем на одном земном плане и в каждых обычных буднях среди трудящихся людей. В самые тяжелые дни через него устанавливаются очаги помощи тем, кто хочет и ищет освобождение и не может достичь его самостоятельно в свой час земных страданий. Для ученика ясновидца, не представляющего собой ничего особенного по сравнению со способностями и дарованиями всех, кто его окружает, наибольшая тяжесть состоит в том, что ему приходится общаться с людьми неустойчивыми и туго воспринимающими жизнь в двух мирах. Их постоянная требовательность к людям, ученикам, которых они считают слугами для себя, обязанными быть внимательными к их требованиям 24 часа в сутки, нередко разрушает здоровье гонца-учителя, не имеющего физических сил выдерживать наскоки беспокойных аур окружающих. Беспрестанный трепет всей ауры ученика разрастается в столб огня только в том случае, когда учитель защищает его своим плащом, становясь между ним и людьми как защитный буфер. В этих случаях учитель тем или иным путем связан с учеником всегда.